Привет, друзья! Что-то давненько у нас не было вестей от компании Koenigsegg. После премьеры ESCO Absolute и обещаний установить новый рекорд скорости и размазать об стенку выскочек из Hennessey с их веном F5. О парнях ничего толком не слышно, как и о их лысом и очень талантливом начальнике. Вот я и решил, что нужно бы разузнать, а чем там сейчас занимаются талантливые шведы. Наши северные друзья просто так времени не теряют и вовсю работают над новым гиперкаром. Его тизер был опубликован в канун праздников и на нем ничегошеньки не видно, кроме угловатого и черного куска металла. Хотя с металлом я, наверное, погорячился, и в кузове будет доминировать карбон. Это обычная тема для гиперкаров. Пока это все, что известно о новинке, и как только появится больше информации, я обязательно вам об этом сообщу. Параллельно с разработкой новой модели парни наладили производство Koenigsegg ESCO, и первые клиенты уже получили свои экземпляры. Но вот меня больше интересует судьба такого очень интересного и необычного проекта, как Koenigsegg Gimera. Ведь это первый в своем роде Mega GT, или четырехместный гиперкар. Кому как удобнее. К тому же в нем сконцентрировано огромное количество технологий. Взять даже ту же силовую установку, состоящую из двух электромоторов, приводящих в движение задние колеса. А передняя вращает трехцилиндровый бензиновый двигатель, работающий в паре с еще одним электромотором. Если с электрической составляющей все более-менее понятно, то вот бензиновый мотор вызывает детский восторг. Всего 2 литра, 3 цилиндра, степень сжатия 9,5 к 1 и 2 турбины. Одна работает при малых нагрузках, а вторая подключается, когда вы хотите использовать всю доступную мощь в 608 лошадиных сил при 7,5 тысячах оборотов в минуту и 600 ньютон-метров момента. Это только то, что выдает сам бензиновый двигатель. Суммарно все четыре мотора выдают невменяемые 1723 силы и какие-то там 3500 ньютон-метров момента. Подумаешь? На самом деле это сарказм, ведь эта маленькая ракета способна выстрелить до первой сотни всего за 1,7 секунды и развить максимальную скорость в 400 км в час. В Кёнигсек уверяют, что Гемера это семейный автомобиль, который способен на одном баке преодолеть путь в 1000 км пути. Правда ценник у этого четырехместного красавца дотягивает до 2 миллионов долларов, так что не всем он по карману. Так чему я это всем? Шведы уверяют, что не забыли про этого красавца и уже в 2023 году начнут собирать первые экземпляры и отправлять их первым клиентам. Ведь Гемера это полностью готовый серийный экземпляр. Правда есть одна проблема, всего будет выпущено 300 таких гипер-GT и что-то мне подсказывает, что все они уже нашли своих владельцев. Пока шведы ковыряются с новым гиперкаром, над новым проектом от компании Toyota нависли тучи. Речь идет о первом гиперкаре японцев GR Sport. Все дело в том, что еще в прошлом году тестовый прототип суперкара попал в аварию и практически полностью сгорел. После таких трагических событий в Toyota приняли решение заморозить проект на какое-то время, чтобы решить, а что же делать дальше. И вот буквально на днях появилась информация, что японский производитель и вовсе рассматривает возможность свернуть проект на том этапе, на котором он находится. Непонятно, с чем связано такое решение. То ли с нежеланием тратить деньги на новый прототип, или есть еще какие-то причины. Но вся соль в том, что Toyota может и вовсе не выпустить свой первый и единственный гиперкар. Но если проект вернут к жизни, GR Sport получит гибридную силовую установку с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра. Суммарная отдача установки должна составить почти одну тысячу сил. Друзья, если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. А также не забывайте о моем втором музыкальном канале, доступном по ссылке в описании. Если вам это интересно, переходите по ссылке и присоединяйтесь. Порше отчиталось о рекордных продажах за минувший 2021 год. Компании удалось улучшить этот показатель на целых 11% в сравнении с 2020 годом и продать 301 915 автомобилей. Самым крупным рынком для немецкого производителя оказался Китай. Поднебесной Порше удалось реализовать 95 671 автомобиль. А на втором месте оказались Соединенные Штаты Америки с показателем 70 025 единиц. Порше Макан все также остается самой продаваемой моделью компании. А на втором месте располагается Каен, что еще раз подтверждает тот факт, что люди хотят еще больше кроссоверов. Хотя электрический Тайкан им тоже по душе, ведь он расположился на третьей строчке рейтинга. Такие вот дела. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в Инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Подписывайтесь на наш канал!